Глава тринадцатая Книга Притчи Соломоновых Мудрый сын слушает наставления отца, а буйный не слушает обличения. От плода уст своих человек вкусит добро, душа же законно преступников — зло. Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою, а кто широко раскрывает свой рот, тому беда. Душа ленивого желает, но тщетно, а душа прилежных насытится. Праведник ненавидит ложное слово, а нечестивый срамит и бесчестит себя. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника. Иной выдает себя за богатого, а у него ничего нет, Другой выдают себя за бедного, а у него богатства много. Богатством своим человек выкупает жизнь свою, а бедный и угрозы не слышит. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угасает. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся — мудрость. Богатство от суетности истощается, а собирающий трудами умножает его. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание, как древо жизни. Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Учение мудрого — источник жизни, удаляющий от сетей смерти. Добрый разум доставляет приятность, путь же беззаконных — жесток. Всякий благоразумный действует с сознанием, а глупый выставляет на показ глупость. Худой посол попадает в беду, а верный посланник — спасение. Не считай посрамление, отвергающему учение, а кто соблюдает наставление, будет в чести. Желание, исполнившееся, приятно для души, но не сносно для глупых уклоняться от зла. Обращающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми — развратится. Грешников преследует зло, а праведникам воздается добром. Добрый оставляет наследство и внукам, а богатство грешника сберегается для праведного. Много хлеба бывает и на ниве бедных, но некоторые гибнут от беспорядка. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Праведник ест до сытости, а чрево беззаконных терпит лишение. Редактор субтитров А.Семкин